Гранатомёт Мёртвый Посланник может стать одним из самых интересных экзотов этого сезона. Он пускает три взрывные волны при столкновении с землёй и может наносить любой из трёх видов урона, просто переключаясь через зажатую клавишу перезарядки. Я с первых секунд использования влюбился в этот экзот, и в этом видео собираюсь рассказать тебе, как его получить. Это сезонный экзот, то есть для него необходим сезонник. Первым делом нужно получить квест «Растущая напряжённость». Это сюжетный квест 16 сезона, который продолжит историю о нашем сотрудничестве с Каятль. Квест «Растущая напряжённость» вам разблокируется после того, как вы пообщаетесь с Икорой в Анклаве после прохождения первых миссий Королевы Ведьма и получения сезонного артефакта. Сам квест стартует из ангара в башне. После катсцены мы должны отправиться в шлем и, пообщавшись с Каятль и Саладином, отправиться на ЕМЗ в новые поля сражений с приставкой «Пси». После прохождения активности, которая, кстати, не совсем повторяет старые поля сражений из сезона «Избранный» и рассчитана на трёх игроков вместо шести, снова общаемся с терминалами в шлеме и получаем первые награды сезона. Там же нам выдадут квест «Операция Эльбрус», первым этапом которого будет задание на сбор данных в разных плейлистах на выбор. Выбирайте любой по вкусу, проходите налёты, матчи гамбита или гарнила. Мне хватило трёх гамбитов, к слову. Следующим этапом станет «Открыть рундук», то есть «Открыть рунический сундук». Рундук. Для этого опять запускаем поля Пси сражений из шлема и проходим активность. В финале увидите второй сундук с наградами. Вот он и есть рундук. Открывайте его и обновляйте тем самым прогресс квеста. Возвращайтесь в шлем, заходите в меню терминала «Улучшения» и прокачайте разрешение на расшифровку брони. После чего общайтесь тут же с Саладином и Каятль, и они выдадут вам квест «Экзотическое поручение. Убить гонца». Точнее, это доступ на миссию «Тайный глаз», которая запускается с карты «Мира престола Саватун». Для игроков Destiny 1 миссия окажется приятным ностальгическим подарком, ведь её события проходят на локации Марса из оригинальной игры. Миссия рассчитана на троих игроков, и она не из простых. Рекомендуемый уровень силы 1550 единиц. Мы, понятное дело, прошли на значениях сильно меньше. Около 1530 были наши стражи. На миссии есть неудержимые воители, так что используйте мод из артефакта против них. Наибольшей проблемой станет таймер, который будет вас подгонять с того момента, как вы проникнете в первый бункер Кабал. Вам нужно будет делать всё максимально быстро, особенно расправляться с вражеской техникой. Первый танк вам придётся убить обычным способом, оружием. Я бы советовал убить его максимально издалека, из снайперок, линеек или ракетниц. А после его уничтожения вам Аманда скинет танк. Игнорируйте его, и лучше сразу садитесь на сперру и отправляйтесь дальше по миссии, поскольку таймер уже к этому времени будет неумолимо бежать вперёд. В следующей локации будет самое жаркое сражение. Вас будут обстреливать с воздуха, будут грызть собаки Кабал, и ещё тут будет два танка. Звучит не очень позитивно, да? Я бы советовал сначала разобраться с танками. Их быстрее всего можно убить другим танком, воспользоваться которым можно на нескольких платформах неподалёку. Затем ломайте несколько башен, взорвав генераторы и пробив защитное поле. Всё из того же танка. И из него же разбивайте ворота в цитадель и прорывайтесь дальше. Внутри с боем проходите до нескольких терминалов и деактивируйте их, всё это на время. Нам тут кстати очень помогли гранатомёты со слепляющими гранатами и подавляющие гранаты, чтобы враги не были столь агрессивными. На арене с финальным боссом тоже всё будет не так просто, но флэшбеки с Левиафана помогут. Босс Псион будет постоянно накидывать на себя щит. Чтобы снять его, на карте нужно найти Псиона поменьше, который статично висит в куполе и убить его. Старайтесь не стоять на месте. Арена битвы с боссом огромная, так что используйте это как преимущество. И позаботьтесь о том, чтобы у вас в броне стояли моды на сбор патронов для оружия, которым будете наносить урон по боссу. Иначе будет тяжело уложиться в таймер, ковыряя его из основного оружия. После убийства проходите к пульту наверх и завершайте миссию. Справа от него найдёте сундук с Левиафана, в котором и получите экзотический гранатомёт Мёртвый Посланник. Ещё там можно получить легендарки сезона и экзотический спэру, вот выпал наверняка тоже редкий. Для гранатомёта также существует катализатор, но он недоступен для получения сейчас. Скорее всего его нужно будет получить тогда, когда откроется дополнительный режим сложности для этой миссии. Подробнее о Гренике я расскажу в отдельном видео, но как уже и сказал в начале, он очень хорош. Так что определённо стоит усилий. Ну и кстати, чуть позже в сезоне я буду помогать зрителям в прохождении этой миссии. Так что сходим туда вместе с теми, кому будет нужна моя помощь. А на этом пока всё. Спасибо за просмотр. Не забывай заходить ко мне на стримы на Твиче и подпишись на канал, чтобы не пропустить новые видосы. До связи!